Девушки отдыхают Ну вот что, Юлия Дмитриевна Комната В коммуналке Всего двое соседей Так что Будь счастлива Такое везение не всякому выпадает Сами понимаете Время сложное Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Подарь ресторан Бедная женщина на еду Бог подарь Да, Бог тебе крепкого здоровья Знаешь, тут постоянно люди Гости и по поводу И без повода приходят Потише не судьба Ты что сказала? Потише телевизор сделай Так и не разбираю, что говорят-то А я тебе для чего наушники подарила? По твоему поводу И завтра тебе поговорить Здравствуйте Здрасте А это улица Южная, дом 5, квартира 23? Да Мне комнату дали С какого это? Положено мне Вот Ордер Дедовская что ли? Угу Ничего себе фамилия Чума Ну влетай Воробушек Спасибо Прикольная куртка Сама сшила Ну пойдем Да, у нас так А ты чего думала? В сказку попала? Зато свое жилье А это чьи вещи? Да какие же это вещи-то? Скажешь, корги Пусть сама свое барахло выбрасывает Какой корги? А это Алинка меня так называет О, явилась, не запылилась Вот как что-нибудь ее попросишь Так она глухая, как дети А как подслушивает Так сразу слух появляется Брахло свое выбрасывай Детдомовки вон комнату дали Не детдомовки А воспитанницы детского дома Офигенная разница Если вам вещи некуда деть Пускай здесь полежат Зачем же вы бабушку оскорбляете? О, да я смотрю, вы спелись Ты на Алинку внимания не обращай Язык у нее злой А так ничего Душевная ты наша А что ж ты мне с утра кастрюлю-то зажилила, а? Доброта ходячая Она ж тоже как перст одна Мать с отцом на самолете разбились Слышали, какой разнос Радов устроил отделу маркетинга? Не хотел бы оказаться на их месте А сегодня отдел сбыта песочет Это шеф перед отпуском свирепствует Ну, чтобы мы не расслаблялись Пока он там в теплых странах прохлаждаться будет А что там с Астром? Слышали что-нибудь? Тайно покрытое мраками Но я слышал, что Радов уже вот-вот готов открыть этот филиал Как только юристы закончат работу с документами Но вот кто будет директором, пока не понятно Игорь! Привет, мальчики Привет Хорош курить, пошли работать Свет, ну ты что пришла? Как что? Соскучилась? Сотрудники и так у меня за спиной шепчутся Что твой папа меня протежирует А что, это не так? Ну, вообще-то я думал, что я здесь из-за своих деловых качеств Все, все, обиделись Я пошутила Я к папе У него совещание Вообще-то реально Кажется, уже закончилось Тебе дело, что ли, нечего? Между прочим, бабки ночью тебе окно-то мыть Да мне нетрудно А, ну флаг тебе в руки Ну, хочется, чтобы как-то в квартире поуютнее стало По-домашнему Ну-ну Привет, папуль У нас окошко образовалось между парами Я буквально на секундочку Ну-ну Я даже знаю Зачем Смотри, какая прелесть А как они подходят к моей заколке? Свет Ну, что ж, день рождения еще не скоро Папочка, Каринке срочно нужны деньги Если я их не куплю, то она их предложит Ленке Ну, потом ты же можешь сделать маленький подарочек своей любимой доченьке Ох, Света Исполовали мы тебя Сколько? Папочка Я тебя обожаю, это самое лучшее Батюшки, красотища-то какая, а Небось, дорогие Да нет, я сама сшила, когда узнала, что комнату дадут Ручки у тебя золотые, Еленька А давай-ка чайку попьем У меня варенье из смородины А мне зажало варенье Ты садись с нами, вместе почаемчим Некогда мне, на работу пора Ну да, ничего, так уютненько стало Варенье мне оставьте Эх, тебе бы еще жениха хорошего Или есть уже Я принца жду Да, мам Хожу к дому Творог купить? Хорошо Хорошо Баб вверх! Баб вверх! Баб вверх! Эй, воробей! Хулиганишь? Не воробей, а воробушик! Ну, если воробушик, то можно в лыжниками окна убить! Дверь, что ли, захлопнулась? Помочь дверью? Если не торопитесь! Сто рублей! Хорошо! Только когда дверь откроете! Вот! Заколка есть? Ух ты! Ух ты! Ух ты, что взялась такая! Результат не гарантирую, но попробовать можно! Нет, не могу! Несанкционированное проникновение в чужое жилище! Не мой жанр! Вдруг ты воровка! Да вы что? Ладно, прошу тебя! Спасибо вам огромное! Спасибо, не булькай! Точно, я же вам сто рублей должна! Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот ваши деньги! Гусары денег не берут! Должен же Эббл убедиться, что ты и правда тут живешь! Я вам паспорт могу показать! Не надо! Вот! Смотрите! Юлия Воробушек! Надо же! Фамилию и имя мне дали в детдоме! А ты детдомовская? Да! И что? Ты правда на Воробушку похожа! Меня Игорь зовут! Спасибо вам огромное, Игорь! У вас воротник завернулся! Ты как моя мама, Анна! А вы всегда так пренебрежительно называете свою маму? Я же в шутку! Игорь, может быть, чаю выпьете? Другой раз! Поздно уже! У меня маман... То есть, мама попросила купить творог! Нет! Тогда, конечно, идите! Конечно! У тебя глаза красивые! Идите! Мне хорошо маму огорчать! Спасибо вам большое! Не за что! Приятно было познакомиться! Пока! Пока! Не морозит совсем! Холодильник надо менять! Давай кредит возьмем! Сережа, ну какой кредит? Их брать хорошо! Отдавать, да еще с процентами! О, сынуля! Вот получит Игорь повышение, тогда и возьмем! Мам! Ну, какое повышение? Я у Радова всего три месяца работаю! О! Блинчики! Вот еще один! Сухомятку! И немытыми руками! Ну, а насчет повышения, ну что-то особенного! Ты ж не чужой Радову! Будущий зять! А помогать своим это нормально, что мы хуже других! Я смотрю! Вы всю мою жизнь на пять лет вперед распланировали! Да никто ничего не планировал! Ты уж матери помечтать не даешь! Ну чего ты сидишь? Иди руки, мы будем ужинать! Угу! 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 Так... Перекур! А я не курю! Я тоже не курю! А это твои рисунки? Угу! Смотрю! Угу! Угум! А ты на художницу не пробовала выучиться? Денег позаработаю, попробую! Я художника модельера! Угу! Я вот тоже мечтала на медсестру выучиться, а чего-то в санитарках застряла. А это что за крендель? Зачем порвала? Да рисунок неудачный. Влюбилась что ли в него? Давай колись. Просто типаж интересный. Типаж интересный. Я знаешь, сколько таких типажей на своем веку повидал? О-о-о, дофига и больше. Слушай, я одно тебе скажу, все они козлы и верьте нельзя. Юля не слушает. Опять она подслушивает? Папа Вер, я балдею от тебя. Так я же тебе завучусь. Ты мыться перед работой собираешься, а то я хочу белье замочить. А сколько времени уже? Так, побежала я горшки выносить. Поклеим завтра обои, ладно? А можно я вот это себе возьму? Бери. Спасибо. Спасибо. А ты за комнатенку-то серьезно взяла? А это? Смотри. Красиво? Ты что-то какой-то минорный сегодня. Настроения нет. Лучше бы в кино пошли или погуляли. Да ладно тебе. Родители уехали, сейчас ребята придут. Оторвемся. Ну, надоели тусовки. Все, не капризничай. Так, все. Приведи себя в порядок. Привет! А это для хозяйки. Самое обаятельное и привлекательное. Держи. Спасибо, Кирилл. Мадам, позвольте вашу ручку. Светлана, свет моих очей. Я маман сказала, что мы сегодня целую ночь курсовой писать будем. Так она мне кабачковую икру всочила. Сказала, очень полезно для мозгов. Спрячь это куда-нибудь, а или выкинь нафиг. Вы что, обалдели? А кто это есть будет? Я. Будешь еще? А то он слышит. Да. Не, хватит. Здорово. Ой. Ёлки. Аккуратнее нельзя. Надо солью присыпать. Ой. Меня Игорь просто умилил с этой икрой. А в косах не спорят. Да ладно. Колхоз. 30 лет без урожая. Слушай, я вообще не понимаю, что ты в нем нашла? Я люблю его. По-моему, тебе тряпка нужна, чтобы ноги вытирать. Если хочешь знать, два лидера в одной семье, это было бы слишком. Игорь, вытряхни пепельницу. Я с тобой разговариваю. Полы помыть не надо? Что с тобой? Игорь. Меня тошнит от вас. Вы хоть раз бы на себя со стороны посмотрели? Тихо, 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 тихо. Что это сейчас было? Ничего. Пусть проветрится. КОНЕЦ Игорь, вы? Я. Что-то случилось? Помнится, кто-то мне чай обещал, горячий. Ты не помнишь, кто? От вас спиртным пахнет. Не прогоняй меня, пожалуйста. Так на душе паскудно. Ну, хорошо, захоняйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да он на бизинце твоего не стоит. Слышь, Кирилл, не лезь в душу, а? Чей телефон? Чей телефон? Дай сюда. Это Игорь. Света, ты позвони мне, пожалуйста, когда он вернется. Угу, угу. Сережа. Сережа. Сереж! Сереж! А? Игорь пропал. Чего? Игорь пропал. Как пропал? Со Светой поссорился и ушел. Фу ты. Как поссорились, так и помириться. Давай ложись. Сереж! Сереж! Ну, вдруг на хулиганов нарвался? Тань, ну не переживай раньше времени, а? Ложись давай. Хотите, я еще сделаю чаю? Я хочу, чтобы ты перестала мне выкать. Я попробую. А попробуй прямо сейчас. Я жду. Ну, хорошо. Я заварю тебе свежего чая. Так лучше? Замечательно. Хорошо. Так лучше. Так лучше. Поехали. Вы... То есть, ты чего? Юль, а у тебя клей не испортится. Кстати, мы можем это предотвратить. В холодильник поставить? У меня есть идея получше. Никогда не проводил ночь так весело и холодотворно. Я тоже. У тебя так ловко все получается. Прям золотые руки. Класс. Совместный труд нас сближет. Хочешь кушать? У меня кабачковая икра есть, будешь? Я потушила кабачковую икру, потому что люблю кабачковую икру. Там Баб Вера проснулась. Надо же. Ты думал, я садить домовское все можно, да? Ты не воробушек. Ты ежик. Игорь, ты где был-то? Я ж переживаю, всю ночь не спала. У друга. Мы обои клеили. Господи, какие обои в среде ночи? Ты ж вон не отдыхаешь совсем весь зеленый. Есть будешь? Ну, иди, иди, ложись. Приспичило же этому другу обои среди ночи клеить. О, Типаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мне? А у вас сегодня день рождения? К сожалению, нет. Проходите. Ноги вытирайте. Я полы помыла. Дверь закрывайте. Рота, подъем. К тебе пришли. М? Кто пришел? Типаж. Привет, Соня. Ой. Не забудь, что я тебе вчера говорила. А что ты мне вчера говорила? Ты простишь меня за вчерашнее? И ты мне извини. Отдай мне минутку, пожалуйста. Мне одеться надо. А, да, конечно. Уже неделя прошла? Ты понимаешь, целая неделя. А он так и не позвонил. Ты мое мнение знаешь. Как выяснилось, мнение подруг на чувства не влияет. Я не могу без него? Нет. Игорь всегда первый шел на мировую. Скажи, что в нем такого, чтобы так себя изводить? А что, разве для любви должны быть какие-то причины? Она просто есть и все. Тогда плюнь на гордость и сама позвони. Белов-то. Думаешь? Нет, ну, когда он заходил за телефоном, он сказал, что позвонит на днях. Так дожди. Такая. Какая? Красивая. Нежная. Добрая. Доверчивая. Я не представляю, как я без тебя жил. Я не представляю, как могла жить без тебя. Алло. Алло. Свет? Да. Я только что твоего Игоря видела. Где? В сквере на Кутикова. С какой-то лохушкой целовался. Ни рожи, ни кожи. Представляешь? Подожди, может, ты что-то перепутала? Да ничего не перепутала. Карин, если ты сейчас врешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Зачем мне тебя обманывать? А ты не переживай. На небес след не взглянешь. И шмотки, по-моему, в секонд-хенде покупают. Спасибо. Ага. Пока. Игорь. Привет. Привет. А я купила билеты в кино. Сходим сегодня? Извини, у меня дела. Игорь, подожди. Какие дела? Ты избегаешь меня? Я думал, ты поняла, что... у нас все кончено. Кончено? Интересно, как я должна была это понять? Это из-за меня? Скорее, из-за меня. Просто так получилось... я полюбил другую. Игорь, а ты что? Милы, мы любим. Я же тебя люблю. Я же люблю тебя. Ты понимаешь? Мы же с тобой всегда вместе. Помнишь, мы в детстве друг другое обещали, что никогда не расстанемся, а ты сейчас не держишь слово. Свет, детство кончилось. Подожди. Прости меня, пожалуйста. Не прощу. Не прощу. Игорь! Привет, Свет. А чего вам такие грустные? Слушай, на садовой новый ресторанчик открыли. Австралийская кухня. Сказка. Поужинаем вечером. Настроения нет. Ну, когда появится настроение, звякни. Ну, что, воробушек, план даем? На сегодня план выполнен. Начала делать заказ на завтра. Молодец. Тебя там один чайник спрашивают. Какой чайник? Ну, я почему знаю. Игорь, кажется, на улице тебя ждет. Дмитрий Алексеевич, отпустите меня пораньше, пожалуйста. Ну, что, раз план сделала, свободно. Спасибо. Игорь! Привет. Поехали? Куда? В сказку. Водку купим по дороге. Шутник. А у тебя что, пуговица оторвалась? Да. Припрячу до лучших времен. Китай, что они уже настали. Юль, да ладно, потом как-нибудь. Ты же не можешь ходить с оторванной пуговицей. Где? На кармане. Твои волосы приятно пахнут. Ты мне до сих пор не сказал, куда мы поедем. Ты любишь рыбалку? Очень. Только я ни разу на ней не была. Дерни. Когда эта пуговица оторвется, ты обо мне забудешь навсегда. Примета такая. Я не верю в дурацкие приметы. Ром, знакомься. Это Юля. Ой. Роман. Юля. Рома мой лучший друг. Мы с ним с детства вместе. Поехали. Алло, Сережечка. А я к твоему возвращению из рейса пирожки жарю. Привет. С капустой будешь, с картошкой? С грибами? А с грибами нет. Значит, будешь с картошкой. Да. Давай, пока. Пока. Ой, Светочка, привет. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Я как раз пирожки жарю. И мы чайку попьем. Радьба, Вася. А ты что, с Игорюшей на природу не поехала? А он меня не пригласил. Как не пригласил? Светочка, что случилось? Там мы поссорились. Я думала, вы уж что раз помирились. Он нашел себе другую. Что? Ну что, рыбаки, что тут у вас? Вот. Тихо вы. Рыбру испугаете. Эх, не стыдно вам малышей обижать. Так от других пока нет. Может, отпустим, а? Жалко. Нельзя. Если мы их отпустим, тогда эти мальки, они расскажут большим рыбам, что мы на них охотимся. И тогда клева точно не будет. И ухи тоже. Угу. Ну что, у нас будет кулеш, можем еще картошку испечь в углях. Ладно, отпускай. Плывите, маленькие, к родителям. Кстати, обед уже почти готов. Слушай, у тебя с Юлькой все серьезно? Серьезней не бывает. Ну, как она тебе? Да, отличная девушка. Вот только... Что? Как же Света? Мы расстались. Тема закрыта. Ясно. Я ничего не понимаю. Может, она его преборожила? Что, что не такого? Какая-то шалава, алкашка. Этого нам только не хватало. Он с ума сошел, что ли? Ой. 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 Послушай, Света, если ты Игоря любишь, ты должна его спасти. Как? Как же тут хорошо. Да, я тоже очень люблю это место. Оно особенное. А видела деревню на другой стороне озера? Там жил мой дед. Я здесь каждое лето пропадал. А когда приезжали родители, мы ходили сюда на рыбалку. Дед, отец и я. Это были самые счастливые дни моей жизни. Тут, наверное, летом так красиво. Да. И мы обязательно приедем сюда летом. Вместе. Ты и я. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Вот. Ой. Такая красивая. Ты будешь моей женой? Ты можешь сразу не отвечать, я подожду, если тебе нужно время. Я согласна. Поехали! Ну все, иди. Ты такая маленькая и хрупкая. Да хочется тебя обнять и защитить. От кого? Я сама кому угодно могу дать задачу. Иди. Мне так не хочется от тебя уходить. Поздно уже. Твои родители будут волноваться. Кстати. Я хочу тебя с ними познакомить. Страшновато как-то. Чего это вдруг? Знаешь, какие у меня родители классные. Я думаю, они у тебя очень хорошие. Но... Никаких «но». В ближайшие выходные без всяких отговорок. Хорошо. Иди. Ты первый иди. Пока. Сынок, это ты? Привет, мам. Привет. Ну, чего так поздно? Я ж волнуюсь. Есть будешь? Не, я поужинал. Где ж ты поужинал? Я тебе потом все скажу. Игорь, пойди сюда. Чего? Присядь. Мне с тобой поговорить нужно. Игорь, мне кажется, у вас со Светой что-то неладное происходит. Сынок, ты мужчина. Ты первым должен сделать шаг к примирению. Мам, я встретил другую девушку. Я хочу ее в воскресенье позвать к нам. Она тебе понравится, вот увидишь. Какая девушка, Игорь? Вы со Светой созданы друг для друга. Вы же росли вместе с пеленок. Очень хорошая девушка. Ее зовут Юля Воровушек. Юля выросла в детском доме, а сейчас ей дали комнату в коммуналке в соседнем доме. Игорь, о наследственности ты подумал? Светиных родителей мы знаем. Они умные и порядочные люди. Мам, я же собираюсь не на родителях жениться, она Юля. А как же Света? Я не люблю Свету. И думаю, никогда не любил. Я Юлю люблю. Игорь, неужели ты не понимаешь? Если ты женишься на Свете, у тебя будет все. Престижная работа, машина, квартира. Мам, не в этом счастье. Это ты сейчас так говоришь. Потому что влюбленный, голова горячая. А потом она остынет, любовь пройдет, а квартира останется. Господи, мы с отцом так мечтали. Вы меня решили на квартире женить? Но если ты считаешь, что нам вместе здесь будет тесно, я могу уйти. Игорь! Мне решили, что вправе до пенсии меня опекать. Куда хчит надо мной, как над маленьким. Против нашим. Нельзя так о родителях. Я свою всю жизнь ждала. Все надеялась, что в один прекрасный день они придут и заберут меня из дед дома. А у тебя родители всю жизнь рядом. Цени. Ты должен с ними помириться, Игорь. Я понял. Ты не хочешь, чтоб я остался. Да стой, ну не заводись. Я люблю тебя. Я тебя с первого взгляда полюбил. Только родители – это святое. Станешь папой, сам поймешь. Какая ты умная. Хорошая моя. Ты им понравишься, как только они с тобой познакомятся. Вот увидишь. КОНЕЦ Ушла? Ушла? Пока. Пока. Здрасте. Бросьшь ее, кастрируй. Без причин дела останешься. Очень приятно. Без причин дела остаться? Очень приятно, что у Юльки такие соседи. Чума. Папа Вер, пирог готов. А вкусно пахнет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Мне нужна Юля Воробушек. Проходите, пожалуйста. Бабьер, кто это? Это тебе, Юленька. Здравствуйте. Мне Юля Воробушек нужна, это вы? Да. Я мама Игоря. Меня зовут Татьяна Ивановна. А Игоря еще нет. Может быть, чаю? У меня пирог готов. Нет, спасибо. Некогда чаевничать, я пришла обсудить сложившуюся ситуацию. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Я надеюсь, вы добрая девочка Юля и все поймете правильно. У Игоря есть хорошая девушка Светлана. Они встречаются уже несколько лет. Ну, думаю, он вам говорил об этом. Они были счастливы до тех пор, пока не появились вы. Я прошу вас, Юля, не надо им мешать. Он любит Свету. И Света ждет ребенка. Я... Я вам не верю. Юренька, поймите, Игорь вас жалеет. Ну, вы дедомовская девочка, нет родителей. Я вам не верю. Такого не может быть. В любом случае, Юля, я надеюсь на вашу порядочность. Но вы же не можете позволить, чтобы ребенок остался без отца. Ребенок без отца. Боже мой. Юль, я все купил к ужину. Так ты сказала. Что случилось? Копоробушка. Ты не заболела? Ты должен вернуться к ней. К кому к ней? К Светлане. Твоя мама была здесь. Так. Значит, мама она объявилась. Ну и что она тебе наговорила? Светлана беременна, и ты должен вернуться к ней. Юль. Ты не можешь оставить ее в таком положении. Я слишком хорошо знаю, что такое расти без родителей. Если бы это была правда, Светка бы сказала. А ты дал ей такую возможность? Уходи. Уходи. Куда я уйду? Я тебя люблю. Уходи и это забери. Зачем ты так? Уходи. 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 Света, нам нужно срочно встретиться Жду тебя на нашем прежнем месте Да, сейчас Привет О чем поговорить хотела? Это правда Что правда? Про ребенка, это правда Что, справку показать? Я несу завтра Свет, ну раз так вышло Я буду помогать вам деньгами Я буду приходить к тебе и к ребенку Деньгами? Ты мне будешь помогать деньгами? А мне к тебе другое предложение Женись на мне, Игорь Это исключено, ты же знаешь У меня другая девушка А я? Я люблю тебя Свет, прости меня, пожалуйста Я не отказываюсь от ребенка Но жениться на тебя я не могу Да Здравствуйте Вызывали, Антона Григорьевич? Я не буду говорить, что я сейчас чувствую И вообще, давай без закиволков Игорь Ты должен Оформить отношения со Светой Антон Григорьевич Я встретил другую девушку Меня не интересует Твоя богатая событиями Интимная жизнь Меня конкретно интересует Судьба моей дочери Антон Григорьевич Я еще не все сказал Я думаю, тебе известно Что я открываю новый филиал Все документы по строительной компании Астра Оформлены Это теперь наш филиал Следовательно, принадлежит он мне Я делаю тебя директором Астра Я даю тебе служебную машину На раздумья неделя Все, можешь идти Я сегодня же напишу заявление на увольнение Значит, сядешь За изнасилование Я не допущу Чтобы мой внук Рос без отца Он как пришел? Закрылся у себя в комнате Даже есть ничего не стал Сереж, я прям не знаю, что делать А что мы можем в этой ситуации сделать? Я не знаю Надо помочь Или мы вот так вот будем сидеть Сложа руки И смотреть, как мучается наш мальчик Мальчик Когда ты перестанешь его считать ребенком Он же взрослый мужик У него у самого скоро дети будут А может ты с ним поговоришь? Да Как отец с сыном Игорь Давай поговорим по-мужски Света хорошая девушка Она умная, красивая Она любит тебя Пап Отстань от меня, пожалуйста Сынок, я тебя понимаю Ты ошибся С кем не бывает Но разве твой ребенок виноват в этом? Что мне теперь делать? Что? Я Свету не люблю Я считаю, что дети не должны отвечать за ошибки своих родителей Подобное в этом, сынок День и слухи День и слухи Так будьте счастливы День и слухи Курск Два, три, четыре, четыре. За любовь? За любовь. Давай, раздевайся. Раздевайся. На, чай с коньяком сделала, пей. Я не хочу. Тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет. Давай, пей. Зачем я его выгнала? Если б ты его не выгнала, он бы сам ушел. Тебе так легче? Я тебе говорила, что все мужики козлы. Сама во всем виновата. Давай, пей. Отстань от меня. Да пей, я сказала. Мне нельзя с коньяком. Что, беременная, что ли? Ты что, залетела? И какой срок? А он знает? Да я сама только вчера узнала. Так, у нас в больнице есть врач хороший, Андрей Давыдович. Завтра к нему пойдем, он все сделает и без последствий. Нет. Ты что, хочешь ребенка оставить, что ли? Чума, ты вообще понимаешь, на что ты подписываешься? Ребенок это не игрушка, его надо выносить, родить, а потом еще на ноги поставить. Не трожь ее. Ты что ты подслушиваешь? У нее своя голова на плечах есть. Делай, как тебе сердце верит, доченька. Ой, наплачешься ты. Ой, наплачешься ты. Привет, любимый. Смотри, что я тебе принесла. Та-да-дам! Света, я просил тебя не приходить ко мне на работу без особой надобности. Да я просто была неподалеку. Вот увидела, красивые рубашки продаются, решила тебе купить. Зачем? Затем, что... Я твоя жена, я думаю о тебе, я стараюсь. Спасибо, конечно, я... Что происходит? Что не так? Ты что-то скрываешь от меня? Мне просто не нравится, что ты меня постоянно контролируешь. Игорь Сергеевич, заказчики уже на месте. Вы ждут конференц-зале. Спасибо, иду. Извини, мне работать надо. Юль, Юль, тебе что, плохо? Э-э-э-э, воровушек, ты что? Ты мне тут только ласты не склей, а? Ничего, у беременных такое бывает. Я сейчас воды принесу. Э-э-э, погоди! Что значит? Ваши воровушек беременные, что ли? Женщинами такое случается. Угу. Понятно. Юля! Я тебя здесь жду, жду. Твоя? Поздравляю. Юль, ну ты же сама себя понимаешь. Как-то по-дурацки все вышло. Но ты же знаешь, что я тебя люблю. Я со Светланой быть не могу. Я каждый день только о тебе думаю. Хочешь, чтобы я тебя пожалела? Хорошо. Мне тебя жаль. Пока. Я с ней разведусь. Сейчас ничего не говори. Пожалуйста, больше не приезжай сюда. Музыка. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Здесь сегодня гости приходили. Какой-то роман. Такой маленький, смешной. Ничего. Ты же сама говорила, что все мужики козлые. Это правда. Картошку будешь? Я заявление написала по собственному желанию. Меня заставили. Начальник про ребенка узнал. Чума. Теперь на бирже придется становиться. Хотя кто меня возьмет в моем положении? Ну, это мы еще посмотрим. Как этого урода зовут? Кого? Начальника твоего. Ну, какая тебе разница? Давай спать. Я устал, как собака. Подрядчики всего вымутали. Подрядчики. Сегодня подрядчики. А завтра кто? Считаешь, сколько сэкономишь, если выгонишь на улицу беременную женщину? Может, для начала здрасте? Помордасть. Так, я не понял, что все это значит? Заявление воробушка достала, порвала. А ты ей что, сестра? Нет у нее ни сестер, ни братьев, ни родственников. Если ты ее выгнешь, то она с голоду подохнет. Ясно? Так если ты ей никто, ну, какое тебе дело, а? Я за совесть твою беспокоюсь. А ты не беспокойся. Девка без году неделя работает, а теперь она три года в декрет свалит. А ну, мне надо. А тебя что, в капусте, что ли, нашли? Твоя мама в декрете не сидела? Заявление. Слышь, а то полегче. А то я сейчас охрану позову. Да нет у тебя никакой охраны, одни понты. Заявление. Ух ты. Ладно. Будет тебе ее заявление. Держи. Надеюсь, без рецидива? Приятного дня. Вот это баба. Чума. Юль! Привет. Здравствуй, Юль. Это тебе. По какому поводу? Для того, чтобы подарить девушке цветы, повод не нужен. Спасибо. А ты куда-то собралась? Да, в детский дом. К воспитательнице. У нее сегодня день рождения. Да? Так давай я тебя подвезу. У меня как раз есть свободное время. Спасибо. Спасибо, я сама доберусь. Пока. Юль! Я хотел спросить. В смысле, я хотел сказать. Юль, ты мне очень нравишься. Ром. Юль, ты можешь ничего не отвечать. Я понимаю, что еще болит. Я подожду, пока пройдет. Ром, ты замечательный, ты добрый. Ты знаешь, как я хорошо к тебе отношусь. Только это не пройдет. Ну, ты же не можешь быть все время одна. А я не одна. Ну, у меня же есть ты, мой самый лучший на свете друг. Настоящая дружба, она ведь дорогого стоит, правда? Ну, да. Да. Ну, тогда давай я тебя подвезу. По-дружески. Ну, если никуда не торопишься. Поехали. Поехали. Здравствуйте, мои дорогие. Дорогой еще не явился. Ну, на работе, наверное, задержался. А я вам оладушки к чаю принесла. Светуль, давай-ка чайник поставим. Вот так. Так вот. Дай мне миску. Так. Сейчас мы все выложим. Чайку попьем. А там и Игорек подойдет. Ты, наверное, ужин не успела еще приготовить? Для кого? Он вечно где-то пропадает. Свет, ну потерпи. А почему я должна терпеть? Почему? Мои родители сделали для нас все. Они сыграли свадьбу. Они купили нам эту квартиру. Он может быть хотя бы элементарно чуть-чуть благодарным. Ну, знаешь что, моя дорогая? От женщины тоже многое зависит. У хорошей жены муж всегда генерал. Сердитый, у тебя же голубя накорми. А ты вон посуду-то помыть ленишься. Слушайте, а почему вы все время лезете в наши отношения? Мы как-нибудь сами разберемся. Ну, сами так сами. М-м-м, пришел. Свет, ты с ума сошла? Тебе нельзя. А что же нам на этот раз помешало вовремя прийти домой, а? Что, совещание? Или нет? Какой-то интересный проект, да? Зарубежные партнеры. Встреча затянулась. М-м, зарубежные партнеры. Отдай бутылку. Отдай бутылку, я сказала. Прекрати. Отдай бутылку. Отдай бутылку, я хочу выпить. Мне надоело сидеть дома. Мне надоело тебя вечно ждать. Мне надоело смотреть на твою постную рожу. Света, у тебя истерик. Отдай бутылку, я хочу выпить. Ребенке подумай. Ребенке. Нет никакого ребенка. То есть, как нет? Твоя мамочка надоумила сказать, что я беременна. Что? А что такое? Ты хочешь сказать, что ты женился только из-за ребенка, да? Нет. Тебе захотелось красивой жизни. А я тебе купила. Я не понял. Ты чего? Завтра подаю на развод. И что дальше? Куда жить, пойдешь? Кому науку? К своей облезлой детдомовке? Игорь. Игорь. Игорь! КОНЕЦ О, явился типаж Мне с Юлей надо поговорить Нет ее Пусти Гуляй А то если я разозлю тебя вперед ногами отсюда вынесу Пусти Нет ее? Все, улетел твой воробушек С Ромой она уехала Врешь А ты что думал? Такие девчонки, как Юля, на дороге не валяются Чума Кто там приходил? Уже никто Ну не понимает человека А ты что, все время со скалкой ходишь? Воробушка нет, если что А я к тебе Можно? Тортик принес Давай вали со своим тортиком Чайник ставь Сейчас, разбежалась С какого перепуга-то? Чаю с тобой выпить хочу За тех женщин, которые нас рожают Да, сказал я пару ласков твоей маме про тебя Моя мама два года назад умерла Такая же боевая была, как ты Извини Да ладно Погоди Ну проходи, раз пришел Привет А ты что так поздно? Она у тебя Юлька, у тебя Ты че, рехнулся? Не ври, Юлька, у тебя Да зачем мне врать, Игорь? Я помню, как ты на нее смотрел Ты на нее сразу глаз положил Берук называется Ты че? А ты че? Больно? Больно Ну извини Игорь Ну ты ж женился Так живи Тебя же никто силой в ЗАГС не тащил Много ты знаешь Ее правды у тебя нет Нет Пожалуйста Может вам хватит? Сам знаю, когда хватит Ты давай это Калькуляцию мне Понял Счет Сейчас почитаю Пожалуйста Ну в расчете Правильно За все В этой жизни Надо платить Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я позвонил Доктор Он будет жить? Ну мы сделали все возможное Теперь остается только ждать А что все так серьезно? У вашего сына Травма Левой височной части черепа Лгать не буду Прогноз неутешительный Все-таки поврежден головной мозг Сейчас вам нужно быть готовыми ко всему Возможно, ваш сын На всю жизнь останется парализованным Тут главное верить и не впадать в панику У меня был случай посложнее Но ничего Человек выздоровел Простите, мне пора О, Ром, привет! А ты че такой? Что? Что-то с Игорем, да? Что с ним? Игорь, я вчера ночью спила машина Он в реанимации Во второй городской Так, так, спокойно, спокойно Тихо, тихо Спокойно, реанимация Это еще не морг Ты куда без куртки-то? И халат мой возьми Без халата не пустят Да побеги Куда? У нас там друг Друзьям не положено Только родственники Никаких но Это больница Реанимация Непроходной двор Скажите, пожалуйста Как он? Ну, доктор сейчас освободится Все вам расскажет Нечего здесь торчать, ребят Он поправится Он обязательно поправится Слышишь? Я верю Пойдем Слышишь? Здравствуй, Фит Заехал узнать, как Игорь Все образуется Вот увидишь Ты не понимаешь А мы в больнице Он третий день уже в коме Мы поздравляем с ним Как раз в этот вечер Он ушел от меня И это случилось? А доктор говорит Что если Таша Он выживет Он всегда останется Свет Ты чего? Я устала Я так устала Выперестань Нельзя Нельзя так себя мучить Ты ведь молодая Красивая Надо жить дальше Должна в первую очередь Думать о себе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И что ты сидишь тут? Не пускают Тяжелый, значит Как фамилия? Ларин Ларин Игорь Сергеевич Говорят, только родственникам в палату можно Родственников у него только мать и отец И то отец Дальнобойщик Побыл день и в рейс А мать все время здесь сидит Которые сутки Не знаю, как у нее сил хватает Вот что значит мать А можно я зайду? Иди, пока никого нет Иди, детка, иди Спасибо вам большое, Айда Ой, бедная, бедная Здравствуйте, Татьяна Ивановна Татьяна Ивановна Вы поезжайте домой Поспите немножко Вам нужно отдохнуть А вдруг Игорь придет в себя А рядом никого нет? Как нет? А я? Я посижу Вы идите домой Отдохните Вам нужно себя беречь Ради Игоря Вы нужны им Привет 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 Извини, за билетами заезжал За какими билетами? Хочу отвезти тебя в Париж Париж? Чтоб ты отдохнула, развеялась Я люблю Париж Спасибо, Кирилл Единственное Не надо ничего говорить Я сделаю для тебя все, что ты захочешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, Сереж Я? Я в больницу иду А ты где? Уже на подъезде? Нет, Сереж Пока без изменений Давай Алинка с Димой решили пожениться Она к нему уже вещи перевезла Так что мы с бабой Верой остались вдвоем Как же мне тебя не хватает Ты же не можешь умереть, не увидев нашего сына Я его видела, когда УЗИ делала Маленький такой смешной Мне кажется, на тебя похож будет Юля А про ребенка это правда? Я не успела ему до аварии сказать Мне кажется, он меня слышит Его ресницы дрожали Прости меня Ну что вы, Татьяна Ивановна Прости меня, девочка Прости Не плачьте, пожалуйста Игорь Ничего Игорь Игорь Я же говорила, он меня слышит Таня Что? Сереж, все хорошо Все хорошо Ты мой хороший Мое единственное И самое-самое любимое Юля Моробушек мой Моробушек мой Моробушек мой Субтитры создавал DimaTorzok